Здравствуйте, уважаемые зрители канала РХТН! В эфире наша традиционная рубрика «Разговоры по пятницам – Casual Fridays». И мы снова встречаемся с Игорем Пронькиновым. И сегодняшняя тема, я думаю, наверное, одна из самых интересных, потому что она касается каждого бурята. Я думаю, что у каждого бурята есть утха – шаманский корень, потому что это то, что из глубины веков связывает поколение, связывало, во всяком случае, до трагических времен, когда в 20-е годы прошлого века началось гонение на религии, в том числе на шаманизм. И много людей в тот момент оказались оторванными от своих корней, многим пришлось отказаться от своего призвания, так скажем. И шаманизм пришёл на какое-то время в упадок. Но с 80-х годов прошлого века началось возрождение традиционных религий. И тогда же очень многие люди вдруг поняли, что у них, оказывается, есть шаманские корни. И у многих, в общем-то, такое было ощущение, что духи тоже поняли, что время изменилось. И таким образом они пытались стучаться до своих потомков. Многие люди начали снова рождать религию предков. Я знаю, что у вас, в общем-то, похожая история была. Не могли бы вы рассказать о своём пути? Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! То, что вы говорите, конечно, правда. У нас у бурят, особенно у западных бурят, конечно, шаманизм присутствовал в нашей жизни, можно сказать, с детства. Я, сколько себя помню, всегда так или иначе участвовал либо в каких-то шаманских обрядах, мероприятиях каких-то, куча всяких разных обычаев, всяких разных примет, всяких разных историй. А касательно шаманизма, и слышал я от бабушек, и от других родственников, вы абсолютно правы. Я помню, когда ещё маленький был, старики говорили «отху вы бурятут вы». То есть все буряты имеют утху. Так или иначе, у любого бурята в роду были шаманы. И здесь надо сказать, что, конечно, вот это гонение, когда начались на шаманизм, и вообще, наверное, не только шаманизм, конечно, очень сильно подорвало позиции шаманизма. И многие действительно были вынуждены отказаться от получения посвящения, потому что это было небезопасно, вплоть до того, что могли в тюрьму посадить и так далее. Там репрессиям и различным подвергнутся. И поэтому боги, они и духи, они действительно в советское время сильно не активничали. Хотя там, конечно, разные случаи бывали. Но, тем не менее, основная масса бурят, она не подвергалась какому-то давлению со стороны духов и божеств по этому вопросу. Конечно, когда началась демократизация, началась, особенно после того, как Советский Союз, Советский Строй рухнул, ситуация резко поменялась. Каждым днем все больше и больше людей, скажем так, заставляют стать шаманами. Что касается меня лично, я, честно говоря, особо никогда не стремился стать шаманом. И, честно говоря, вот в советское время слабо себе представлял, что такое шаманы, потому что шаманов-то, в принципе, и не было. Литература особо тоже в то время не была, и как-то так никогда не предполагал, что на эту стезю стану. Первый раз я услышал, что, ну, первый раз мне сказали, что я стану шаманом, это в 92-м году. Мы когда с Владимиром Андреевичем собирали ее съезд в 92-м году, пришла к нам в офис лесновидящей, то ли шаманка, она сказала, а, ну, конкретно лично мне сказали, а, шибоблхаш. Потом мне неоднократно также это дело говорили, по меньшей мере, 2 или 3 раза, разные другие шаманы и сновидящие говорили, что облхаш. Была однажды шаманка, Динская, она вообще меня уговаривала стать ее учеником. Вот это было еще в 90-х годах и второй половине 90-х годов. Но я в то время не был готов, ни морально, ни как, я сказал, не-не-не, нет. Она сказала, ну, ладно, время придется, оно станет шаманом, никуда не денешься. Так оно, в принципе, и случилось, но, надо сказать так, что мои духи ко мне отнеслись очень мягко. Они не насылали на меня такую суровую шаманскую болезнь, потому что я где-то, видимо, все-таки внутренне, наверное, был готов к этому, потому что я одно время, в начале 90-х годов, очень активно сотрудничал, там всякие там экстрасенсы и сновидящие, там всякие там. У нас был духовный центр, вот мы там дались там экстрасенсы, там всякие сновидящие, приемы вели, короче. Считал много, поэтому в 90-х годах, когда литература появилась, как-то, видимо, был подготовлен более-менее, поэтому у меня не было такой шаманской болезни. Хотя мой дух, мой основной ангон, это моя прапрапрапрапабабушка, она сказала, что я на тебя поставила печать, что ты станешь шаманом в 5 лет. И я в детстве очень часто и много болел. Она говорит, из-за того, что я на тебя печать поставила, ты в детстве болел сильно. Получилось так, что у меня мои родственники, это мой брат двоюродный, он познакомился с Баиржамбалычем, с Рендашиевым. И он, Баиржамбалыч, провел нам родовой обряд. Даже не родовой обряд, это тогда был Золтахил, да, просто вот он ангоны завел, вот ангоны завел, и сказал, что вот нам надо делать родовой обряд. И мы делали родовой обряд уже, потом через, на будущий год или так. И во время обряда он заводил наших ангонов, наших духов. И вот прабабушка, она когда зашла, сказала, вот мне, да, что шанравх, шанравх же, да, надо вот посвящение получать. Ну и мы там с родственниками между собой переговорили, переговорили и решили, что не откладывая долгий ящик, сделать этот обряд, посвящение. Родственники там все собрались, помогли мне обряд сделать, финансово, организационно. Это было, по-моему, 2008, в начале 2000-х, в начале нулевых годов. У меня на сегодняшний день есть посвящение по-черному, да, черный шаман Тузбук, у меня три посвящения. Потом у меня посвящение по-белому, то есть я бряшем еще вдобавок. И посвящение у меня Дарханское. В принципе, практически весь спектр, вот, то, что может стать шаман, у меня вот на сегодняшний день есть. Но я сразу скажу, что я родовой шаман. Очень я мало работал, ну, скажем так, со сторонними людьми. Не потому что не хотел, просто как я не педалировал по тему сильно. Мои родственники к этому всему относятся, но, во всяком случае, пока я не приехал сюда, они достаточно так это лояльно относились к моей деятельности. Были довольны, я так, насколько могу судить, да. Поэтому вот такая пока ситуация. Ну, здесь случилось так, что я сейчас уезжал, уезжал от войны. Терпеть такое положение было невозможно. Я выступил против этой войны, конечно, когда первые пошли потери, конечно, это вообще ужасно было. Это вообще кошмар, конечно, что вообще творится. Честно говоря, даже в голове не укладывается, что в наше время такие вещи могут твориться. Но это, ладно, отдельная тема. И вот я сейчас вот, пока вот так уж случилось, я вот последние вот сколько, два года уже свои функции шаманские не выполняю, потому что я здесь в Россунеке, там в Брете остались. Ну, я надеюсь, что удалось создать такой задел. Духи, они понимают ситуацию. Я надо сказать, что я очень легко сюда приехал. И мы с супругой постоянно обсуждаем, что не просто так, мы вот, ну, как по маслу проехали. Сюда я попал не без помощи богов или духов, в том числе родовых. Я думаю, что если бы они были против, они бы не пустили бы сюда. Ну, естественно, я, когда стал шаманом, я стал больше уделять внимание теоретической стороне вопроса и практической стороне. Но надо сказать, что, конечно, на сегодняшний день есть большая проблема в плане теоретических аспектов шаманизма, потому что в основном все шаманы практикующие занимаются непосредственно практикой, там, рядами, да. Информированные шаманов, которые были грамотные в области шаманизма, их очень мало, можно сказать, практически нету. Очень много всякой разной осебятины. Очень много шаманов, которые встали на дорогу такой стяжательства, будем так говорить, да, заламывают цены за обряды. А перед этим они, чтобы получить побольше денег, людей пугают. Хотя, вообще говоря, существует клятва шамана, да, когда вот первое посвящение получаешь, клятва, которой шаман обязуется, ну, не назначает цену за свои услуги. И, второе, там, как-то, если так переводить, то скажем, что если тебе за обряд даже рисовый, земнышко дали, то шаман не должен возмущаться. То есть каждый клиент, он дает сколько может. Если он дал недостаточно, это его проблемы, его накажут. Не наши, так и его собственные, там, духи или боги накажут, да. Любой труд должен оплачиваться. Но шаман не имеет права назначаться. Шаман обязан в любое время дня и ночи, если просили, он должен безропотно идти и помогать. Шаман не должен пугать людей смертью. Даже если какая-то там очень такая сложная ситуация, всегда из нее можно выйти. И эти сложные ситуации не всегда заканчиваются летальным исходом. Всегда можно предприятие какие-то шаги. Поэтому пугать людей ни в коем случае нельзя. Но не все придерживаются, к сожалению, придерживаются этих правил, этой клятвы своей шаманской. Очень многие удалились, вот я еще раз говорю, в стяжательство. Пытаются там бизнес на этом построить. Ну, не то что бизнес, а заработок. К сожалению, это имеет место быть. Очень много, конечно, неграмотных, которые вроде обряды научились делать, а в сути этого не понимают. И, к сожалению, на сегодняшний день очень мало у нас литературы на этот счет. Очень много там, скажем, разночтений, разных подходов. А я бы хотела немножко, может быть, обратить внимание на от себя тему. Я заметила, что вот в этом центре Тенгери они выстроили особую систему. То есть они хотят, видимо, этот процесс централизовать. И поэтому они продвигают свою вид. Они создали целую систему посвящения. Первое, второе, третье, вплоть до девятого уровня. И вот если читать литературу, касающийся шаманизма, который еще с XIX века, в общем-то, есть исследование, и в советское время было достаточно много книг написано нашими бурятскими учеными. В общем-то там, насколько я поняла, вот вы говорите, что у вас есть белое, чёрное посвящение. Дело в том, что белые шаманы и чёрные шаманы это были две абсолютно разные категории. В прошлом, во всяком случае, чёрный шаман — это вот именно то, что принято считать шаманом в общем смысле. То есть это человек, который входит в контакт с духами, который совершает путешествия, который может лечить, например, какие-то, возвращать душу. Ну, в общем, различные такие проводить обряды, гадать, предсказывать будущее и так далее. Белый шаман — это, в принципе, жрец родового культа. Это человек, который проводит обряды для всего рода, который проводит тайлаган, например. Это человек, который, как бы, он облачён в белое, у него нету бубна, потому что бубен — это атрибут чёрного шамана. У него есть там трости, да, но это другое. То есть это человек, который именно связан с божествами верхнего мира. Я сейчас просто рассказываю концепцию, которую в своё время Дашинимаш Санджиевич Дугаров, который написал книгу «Исторические корни белого шаманства», где он говорит о том, что у белого и чёрного шаманства разные корни. Поэтому, как бы, вот если брать классический шаманизм, то как бы, да, и в XIX веке тоже, в том числе у Хангалова было написано, что были шаманы, которые могли быть и белыми, и чёрными. Это уже происходило тогда. Просто вот то, что у Денгари считается, белый шаман — это тот человек, который как бы является баряшиным, да, можно сказать, костоправ, да. То есть, ну, в классической бурятской традиции костоправ не был шаманом. Дарханский корень — это тоже как бы отдельно, это тоже отдельно, вот. А если они пытаются это как-то всё в одну систему собрать, это достаточно для пуриста, например, как-то странно об этом слышать. Ну, возможно, это как бы то, во что сейчас развился шаманизм, потому что он развивается, да, то есть он меняется, и вот эти вот года, когда не было передачи традиции в советское время, они, наверное, как-то повлияли. Тем более, что Баир Жамбалович, он ведь агитский шаман. Например, а вы — булагат, да, насколько я знаю. Поэтому довольно странно, что, ну, как бы вы получали посвящение у агинского шамана. Как бы это всё равно как бы немного другие полы шаманства. Ну, то есть я бы могла сказать, что то, что сегодня происходит, это всё-таки неошаманизм. С одной стороны, это неошаманизм, потому что это люди, которые некоторые, в принципе, даже и читают эти самые книги, которые учёные писали в XIX-XX веке. Например, есть же шаман из Ольхона, который в своё время, по-моему, писал диссертацию по этнологии. То есть он изучал все эти вещи, изучал все эти книги и каким-то образом вот потом начал это всё влащать. Вот сейчас какая-то такая ситуация возникает, что зачастую так бывает, что вот многие люди, которые становятся шаманами, они многое читают из как бы из этих книг того же Тараса Максимовича, Михайлова, Фангалова читают, Угалданова читают, да, что-то. И вот всё это как бы возвращается из архивов Рамцарано, очень многое можно подчеркнуть. К сожалению, очень многое, конечно, потеряно. Я, например, достаточно такой опаской отношусь, потому что шаманизм у нас сейчас стремится к какой-то централизации, да, к каким-то центрам. Потому что, как Черномырдин говорил, что мы не пытаемся построить, у нас получается КПСС. И вот мне кажется, вот это вот стремление каким-то образом построить эту иерархию, систему, она как-то вот отдаёт советским опытам. И я как-то больше склоняюсь к тем шаманам, которые вот действительно, как вы, работают со своим родом. Потому что это изначальная функция шамана — быть таким проводником именно для своего рода, каким-то образом связывать поколения, связывать предков с потомками, чтобы вот эта связь времён не прерывалась. Или, ну вот те шаманы, которые действительно, они почувствовали этот зов, и они не могут этого отринуть. Таким образом, они сами… Вот я знаю одного прекрасного шамана, который живёт недалеко от Олан-Удэ, и он не входит ни в какие организации, и он как бы… Он не зависит. Поэтому он не зависит от власти. А вот вот эти вот шаманы, которые в организациях, по моему мнению, они очень зависимы от власти. Поэтому то, что они сейчас делают, это вот… Мне кажется, это дискредитирует бурят. И это не служит к возрождению бурятского духа, к возрождению бурятских традиций, вот к осознанию себя бурят. Потому что мы видим, люди же не дураки, мы же видим, что эти люди боятся ФСБ, они боятся власти, они пытаются как-то вот служить этой власти. А шаман не должен быть таким. О том, что вы говорите, я прекрасно понимаю вашу беспокойность. Что хочу сказать, что… Ну, во-первых, самая основная проблема у нас в том, что после репрессии 20-30-х годов у нас по всей бурятии этнической прервалась вся традиция. И те люди, которые должны стать шаманами, предки хотят, чтобы они стали шаманами, они просто-напросто не имеют такой возможности. Вот у меня на родине, в Кириду-Лагатском районе, ну, не осталось ни одного шамана. И, соответственно, получить посвящение не у кого. Знающих людей, как делать посвящение, как делать необходимые какие-то обряды, их просто физических нет. Тот шаманизм, который оставался в Иркутской области на начало, ну, точнее, на конец советской власти, это были жалкие остатки от того, что было раньше. У нас там не было шаманов, были вот такшу-баряшет, так называемые, да, такшу-баряшет. Это те люди, которые при других обстоятельствах должны были стать шаманами, но они не получили соответствующего посвящения. Такшу-баряшет, они проходили, проходит, конечно, небольшой обряд, называется нырэ-мудэлхэ, когда духом предоставляет человека, да, что этот человек может делать какие-то небольшие обряды. Но он не является шаманом. Я по этому поводу беседовал с многими такшу-баряшет на родине. Они сказали, беди бобыши, беди. То есть беди такшу-баряшет, бобыши. Это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие у нас до сих пор осталось, это старейшины, старики, которые не имеют вообще никаких там, не то чтобы посвящений, да уже даже у них статуса такшу-баряшет нет. Они просто старейшины, старики старшие, они тоже могут делать, не то чтобы делать обряды, они, скажем так, могут в силу своего возраста, они могут представлять те или иные семьи, или, допустим, там, тело, например, да, при каких-то обрядах, на Телгане, например. Они не делают обряды сами, но они могут знать, конечно, как обряды делаются, но, как правило, всё равно они работают в связке с такшу-баряшем. Такшу-баряшек, а также как и шаман, не имеет права делать обряд от своего имени. Он не делает, он всегда промежуточное звено. Всегда есть клиент, кто делает обряд и кому делает обряд. Так что, баряшет, они вот как раз вот такие посредники. А ЭЛЭБУД, они имеют право от имени общества делать вот такие обряды, представлять общество, да, то есть там какую-то крупную семью, допустим, там род какой-то, или такой, ну, чаще всего это село или деревня, особенно на Телгане. Поэтому, на самом деле, из-за того, что традиция прервана, возникла ситуация такая, ну, нехорошая, когда в 91-м году, в начале 90-х годов советская власть ушла, возникла необходимость посвящать шаманы, а посвящать некому. И надо сказать, что здесь нам, бурятам, в какой-то степени повезло, что традиция шаманская, восточного шаманизма, восточно-бурятского шаманизма, она осталась в Монголии. Потому что многие агимчане, когда советская власть начала репрессии, они сумели уйти в Монголию и там сумели выжить. К сожалению, иркутские буряты, видимо, в меньшей степени имели возможность физически уйти за границу, в Монголию в частности, да, и, по всей видимости, не все там уцелели. Во всяком случае, таких массивов, таких иркутских бурят, которые выжили бы в Монголии, таких фактов нет. Ну, там отдельные семьи, может быть, в районе Хуксугула есть, но там среди них, таких, чтобы шаманы какие-то были сильные, такого не приходилось слышать. Так вот, вот эти буряты, которые, агимские буряты, в первую очередь, которые выжили в Монголии, они сохранили вот и шаманские традиции. Здесь надо прямо сказать, что я с вами соглашусь, что шаманизм восточных бурят, восточный шаманизм, да, особенно агимских бурят, очень сильно подвергся влиянию со стороны буддизма. А это сами признают, все эти шаманы и ангоны признают. И, конечно, традиции шкутских бурят, западных бурят в области шаманизма отличались, у некоторых вопросов достаточно сильно отличались от восточных. Но ситуация так сложилась, что нет другого пути, как возрождаться через традиции восточного шаманизма. Вот, поэтому вот так вот на сегодняшний такая ситуация сложилась. Поэтому, видите, даже если человек есть, который понимает, что должен стать шаманом, он не может самостоятельно сам себе сделать обряд. Это не бывает. Понимаете, обязательно должен быть, если не учитель, то человек, который проводит обряд его, связывает его с духами. Просто так самому связаться с духами невозможно. Нет такой практики. А вот я хотела бы немножко тоже отрять сейчас, вот я знаю, что есть такая шаманка Вера Тагласова. Вы её знаете? Ну, я слышал про неё, да. Родом, да, предки из Улея. То есть это достаточно такое легендарное место. Да, есть даже спектакль у нас «Улейские девушки». Вот она была студенткой моего отца, который преподавал на кафедре фольклора в Восточной Сибирской Академии культуры. Они организовали её посвящение на родине на материалах, вот тех материалах архивных и опубликованных. Ну, это просто небольшое отступление. Я ничего не могу сказать по поводу вот этого посвящения, да, потому что может быть действительно какие-то такие отдельные случаи и возможны. Тут сказать однозначно нельзя, но тем не менее существует как бы общая практика, традиция передачи ну да, передачи вот этого шаманского дара, шаманского посвящения. Ну, опять же, я когда, допустим, с ней какой-то литературой знакомился, к сожалению, в большинстве случаев вот эти работы наших учёных, они больше такой этографический характер носят. То есть описывают там, допустим, чисто внешние атрибуты того-сего, чтобы вникнуть в суть, внутренние сути обрядов, допустим, или каких-то насчёт других-то вещей, это очень сложно на самом деле, потому что это изнутри-то тут понять сложно, а наружу, когда смотришь, ещё сложнее. Поэтому теоретическая сторона вопроса шаманизма, конечно, она ещё требует своего изучения, своего раскрытия, на мой взгляд. И в этом смысле я хотел бы сказать, если у меня такой есть свой подход, наверное, я про это не читал, нигде, как бы сам я сформулировал. Вот. Наверное, надо сказать такие общие подходы к шаманизму в каком плане. Ну, как известно, что впервые, скажем так, западные исследователи столкнулись с шаманизмом, ну, ещё во времена Марка Повала, Рашлитадина, какие-то эти вещи были по шаманизму, вот отдельные замечания, какие-то там другие путешественники. Но более-менее систематическое изучение шаманизма началось в 19 веке, во второй половине 19 века, в начале 20 века. Вот в изучении шаманизма, я не знаю, я вот лично выделяю три таких периода с 19 века, начало 20 века, первое четверть 20 века, потом вторая, третья четверть 20 века и вот конец 20 века по сегодняшний день. Во всех этих трёх периодах, во-первых, менялась локализация шаманизма, во-вторых, менялось отношение тех же самых исследователей к шаманизму. Первый этап это вот как раз я говорю до начала 20 века, до первой четверти, ну вот скажем так, до советской власти, до 20-х годов. Локализация в это время шаманизма была, в основном считалась шаманами Сибири и Центральной Азии, потому что с первыми шаманами действительно столкнулись именно Сибири, вот это шаманами тунгусов, якутов, борят. И отношение исследователей к шаманизму было в то время достаточно негативное. Во-первых, исследователи все были христианами, для них, конечно, шаманизм это была полная дикость, язычество, непотребство и тому подобное. Всех шаманов рассматривали как шарлатанов, людей, которые, пользуясь неграмотностью соплеменников, обманывают их, или это психически ненормальные люди, либо это специальные какие-то обманщики. То есть шаманизм рассматривался как негативное явление. Второй период, это где-то примерно с 20-х годов по 80-е, наверное, 90-е годы, он отличался тем, что в советское время сильно-то западных исследователей в Советский Союз не пускали, и изучать шаманизм-то сильно не давали. Поэтому западные учёные рванули, грубо говоря, по всему миру, и выяснилось, что такие же системы, похожие на шаманизм, есть не только в Сибири, это есть и в Африке, есть и в Америке, и в обеих Америках, и в Северной и Южной Америке, и есть и в Австралии, и так далее, по всему миру. Знаем, там, Кастанеду, там, так далее, там, других исследователей известных мировых, да. И термин шаманизм, он распространился очень широко. Но в основном это были такие примитивные достаточно общества, недостаточно цивилизованные, развитые, да. Вот, и считалось, что шаманизм, это является вот кредитивой этих недостаточно развитых обществ. Это с одной стороны. С другой стороны, как раз в этот период же мы знаем, там, вот эту, по всему миру, там, шествовал психоанализ, там, фейп, всякие там, психотерапевты и тому подобное. И поэтому шаманы стали, вот, шаманы стали, шаманы стали рассматривать именно с этой точки зрения, что они вот такие вот, как психотерапевты выступают, да, там, опять же, это эффект плацебо взять, да, то есть, как бы они проводят обряд, на самом деле за обрядом ничего нет, оно вот такое вот, терапевтическое такое воздействие, самовнушение и тому подобное, и люди лечатся из-за этого таким образом, да, что вот шаманы там, талантливый шаман может там такого, ну, напустите, как говорится, дыму, да, что любой человек излечивается, ну, грубо говоря. То есть, какая-то польза стала от шаманизма. Уже с начала 80-х, 90-х годов опять изменилось отношение к шаманизму, да, стали более серьёзно изучать, появилось такое понятие, как измененное состояние сознания, выяснилось, что вот там энцефалограммы снимали, там, там подобное, чисто уже такими физическими методами изучали, оказалось, что действительно во время камлани у шамана, у него меняется очень сильно энцефалограмма мозга, там, деятельность мозга очень сильно меняется, то есть, здесь есть какой-то, действительно, есть какой-то физический эффект, кроме того, выяснилось, что да, действительно, какие-то есть другие там различные эффекты, да, чисто физически, которые удается зафиксировать, что, ну, что шаманизм, это не просто так. Ну, изменилась локализация, выяснилось, что практически во всех обществах, даже таких развитых цивилизованных, культурных обществах, тем не менее, в латентной, скрытой форме шаманизм всегда существовал. Такое понятие появилось как городской шаманизм, потому что всякие разные ясновидящие, всякие разные делающие обряды различного рода, они не называются и по всему миру, и есть везде. Даже в истинно христианских или в истинно исламских или буддистских государствах, в обществах, тем не менее, какие-то формы шаманизма, они существуют. И сейчас по сегодняшний день локализация изменилась, то есть шаманизм есть везде. Несмотря на все внешние различия, понятно, что шаманизм, если Сибири рассматривали или, допустим, Африки или Америки, чисто внешне очень сильно различается. Это совершенно очевидно. Но при этом очень много общего. Почему и в трех термин так широко распространился? Потому что нашли очень много параллелей, очень много таких общих черт. Во-первых, это, конечно, отношение к природе, отношение к какой-то взаимодействию с духами природы, родовыми, критерными духами и так далее. Ну и совершенно очевидно, что на такой огромной территории шаманизм распространяется. И история шаманизма очень древняя. И понятно, что у разных народов уровень развития шаманизма очень сильно различается. Где-то он такой примитивный, где-то более развитый. И в этом смысле я лично разделяю три таких уровня. Скажем так, примитивный шаманизм, шаманизм классический и развитый шаманизм, как развитый социализм был. Вот примерно так. Ну вот примитивный шаманизм — это как раз вот там… Причём, значит, уровень развития шаманизма очень сильно зависит от уровня развития общества, в котором он культивируется. Первый уровень примитивный такой шаманизм, он был распространён среди его, когда люди жили такими небольшими сообществами, семья, небольшой род. Очень сильно зависели от природы. Ну это как охотники, допустим, даже или кочевники, да? Очень много, очень сильно зависели от природы. И поэтому там основные обряды были посвящены чтобы как бы так, условно говоря, договориться с духами природы. Это все эти различные подношения, всякие там обряды, чтобы умилостивить духов и так далее, как-то договориться с ними. Вот этот уровень, он был по всему миру буквально везде. То есть как бы все народы, все прошли через этот уровень развития. Второй уровень развития – это когда люди стали жить большими такими сообществами, более-менее большими. Это крупные рода, племена. Вряд взять перед приходом русских, например. То есть у нас были достаточно большие рода, большие были племена. Человек стал зависеть не только от природы, но и появились какие-то социальные отношения. Разделения имущественные, богатые, бедные появились, появились более властные, менее властные. Появилась такая социальная конкуренция между людьми. И в этих условиях появилась необходимость защищать себя не только от какой-то семьи, допустим, или род, защищать не только от сил природы, но и от других людей, соплеменников или вообще других посторонних. И появился институт родовых духов. Это шаманы, которые после своей смерти отказались от перерождения и взяли на себе функции защитников, охранников рода. Они поступают на службу к божествам на различные должности и используя свои возможности, свое влияние, они оказывают помощь своим потомкам. Это вот такой вот институт появился. Ну и, наконец, третье уровень развития шаманизма, развитый шаманизм — это тенгрианство. Тенгрианство, оно возникло уже, когда у людей возникло государство. Когда возникает государство, когда возникает хан, один хан, там правитель какой-то. Именно хан, правитель, он как бы, ну, известная формула, да, бог на небе и царь на земле. То получается, какая ситуация? Да, вот делается маленький обряд, да, для семьи, допустим, небольшого рода. Все родственники там стараются присутствовать на обряде, да. Если, допустим, там делается более большая группа людей, и, допустим, Тенгриан делается, допустим, там деревня целая собрала, там тоже нет проблем, вот все собираются, да. А когда речь идёт уже о государстве, ну, невозможно на обряд призвать всех граждан, да, государство. Это, ну, бессмысленно, да. Естественно, на этот обряд отправляются представители тех или иных людей, ну, обществ, да, то есть это, ну, там, вождей какие-то, там, допустим, административные какие-то там, условно говоря, чиновники, и так далее. То есть им, они, представители вот тех родов, племён, там, будем так говорить, или ещё каких-то других групп социальных, они, ну, знают, да, по большому счёту. Вот они делают обряд уже, это тенгрианский обряд. Поэтому вот в литературе сложилось такое мнение среди учёных, что тенгриансов – это вот религия знати. На самом деле это не так. Они представляют, каждый вот какое-то знатное лицо, допустим, да, какой-то вождь, он представляет не себя самого, а представляет тех людей, которые за ним стоят. Просто, ну, чисто физически невозможно всем участвовать в подобных обрядах. И, соответственно, вот на каждом уровне вот этого развития шаманизма существуют разные объекты поклонения, да, то есть к кому обращаются люди, которые проводят обряд. То есть если на первом уровне, когда примитивный шаманизм, речь идёт о духов природы, допустим, да, там о каких-то духах местности, допустим, или духам каких-то животных, то на втором уровне уже речь идёт о так называемых хатах. Это гумалбурхот, то есть это божества, которые спустились на землю и стали хозяевами больших территорий. В общем, да, у нас вот в бурятах, это ары, агумалбурхот найдут, 13 северных хатов, которые являются хозяевами, там, Байкала, там, Селинги, там, Иркута и так далее, там подобные, это 13 хатов северных. Они являются хозяевами больших территорий, больших таких этих, и их влияние и их силы значительно выше, чем, скажем, там, каких-то местных духов. А когда речь идёт о тенгрианце, соответственно, уже речь идёт о рядах более высоким божествам, уже там, ну, что там, что там, тенгрием, да, непосредственно уже кухумунху тенгрии. Поэтому вот такая существует, на мой взгляд, с одной стороны градация, с другой стороны, вот, объекты поклонения. Поэтому получается так, что вот как бы известно, да, что в последнее время очень активно стало развиваться, стало тенгрианце развиваться, вот, допустим, в Казахстане, Киргизии, 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 да, потому что, ну, это уже самостоятельное государство, и у них есть возможность вот такие тенгрианские обряды проводить, да, от имени уже государства. Вот, в Бурятии, в принципе, так как мы вроде как бы с одной стороны как республика, с другой какой-то суверенитет всё-таки как бы есть, тоже такие обряды, наверное, в принципе, можно проводить. Но опять же здесь возникает вопрос такой. Здесь можно проводить обряды от имени бурятского народа и от имени государства, республика Бурятия. И в каждом из этих случаев должно быть лицо уполномоченное. То есть, скажем так, президент, упустим, там, условно говоря, Конгресса бурятского народа, избранного на Всебурятском съезде, да, он имеет право говорить от имени всего бурятского народа. Или президент республики Бурятия, избранный в результате выборов, не назначенец, как сейчас, допустим, да, Цитина, который назначили, а именно лицо, получившее эту должность в результате выборов. Они имеют право, юридическое право, вступать от имени либо республики Бурятия, либо от имени бурятского народа. Но, к сожалению, на сегодняшний день очень слабо я себе представляю, что тот же самый, допустим, Потапов всё время, да, там, от имени Бурятия, от республики Бурятия какой-то шаманский обряд делал. Смешно, да. То же самое все эти наши президенты конгресса бурятского народа, они тоже далеки от этих всех вещей и просто не понимают, что надо делать и как делать, да, к сожалению. Пять раз, а во-вторых, возникает вопрос, а кому молиться, каким богам молиться, какие обряды делать, да. Мы полностью забыли, как эти обряды делаются. В совершении обрядов существуют достаточно такие жёсткие требования, которые необходимо соблюдать. Хотя там, конечно, определённый люфт возможен, небольшие там, как бы, какие-то вариации возможны, но, тем не менее, основная какая-то канва всё равно должна быть. Вот, к сожалению, мы на сегодняшний день в большинстве случаев это утратили, либо, может быть, это действительно есть, где-то в архивах, может быть, там, записи какие-то есть, там, ещё где-то, может быть, есть, да. Но на сегодняшний день так вот в широком таком доступе такой информации, к сожалению, мы не имеем. Значит, у монголов, да, есть, был, сейчас уже, конечно, к сожалению, нет, но он приезжал в Бурятию, да, это бурятский, на самом деле, был шаман, Бо Цирензарин. То есть это был, я не знаю, вы встречались или нет, но вот он в начале 2000-х годов приезжал в Бурятию, проводил обряд, как раз вот он участвовал на какой-то шаманской конференции, которая, в общем-то, научная была конференция, но там также участвовали шаманы, они проводили совместный обряд на Альфоне. Это было вот в самом начале 2000-х годов. Он был шаман самого высокого посвящения, девятого посвящения, и вот его звали Цирензарин. Вот я думаю, что действительно в Монголии там не было вот слишком сильных, там тоже были репрессии, но там всё-таки они сумели сохраниться лучше. Там, наверное, вот вся эта передача, цаана, передача вот этих посвящений, да, вот по этим ступеням, она, наверное, более такая аутентичная, чем всё-таки у нас. И я думаю, вот по-моему, Цирензарин, он какие-то обряды проводил на общем ангольском уровне. Я знаю, что там он, в общем-то, действительно очень большим уважением пользовался. если бы нам удалось действительно восстановить это, то тогда, возможно, вот такие вот шаманы высокого уровня, они могли бы проводить такие обряды. Но, к сожалению, то, что я сейчас вижу, это какое-то вырождение, потому что они целую систему устроили посвящений. Это просто, ну я не знаю, могу ли я так говорить, но вот чисто вот на такой вот взгляд обывателя. Там идёт просто каждое посвящение, оно стоит немыслимых денег. В общем-то, там степень твоего, степень, как говорится, твоей крутости зависит от того, сколько ты можешь заплатить. Если ты можешь заплатить за девятое посвящение, то тебя объявляют за Арина. Но я думаю, что это просто профанация. Здесь я частично соглашусь о том, что на сегодняшний день интуация, я как в начале разговора говорил, что не всегда у нас такая правильная. Что же касается деятельности шаманов и шаманских организаций нынешних. Ну, во-первых, всегда во всех организациях есть, скажем так, всегда водится там в любом стадии паршива овса, да, будем так говорить. Это раз. Степень, это же как такая жёсткая организация, когда вот если, допустим, там какой-то ученик шамана что-то там провинился, там он берёт, скажем, там деньги, там ещё что-то делать, его наказать-то невозможно. Его должности шамана не уволишь, какие-то там штрафы не наложишь и так далее. Это, во-первых, это всё как бы на совести самих шаманов остаётся. С другой стороны, я согласен, что, опять же, с другой стороны, когда человек приходит на посвящение, значит, ему духи сказали, что он должен стать шаманом, никто не смотрит его моральную сторону. То есть были случаи, когда там, я знаю просто, когда там откровенные пьяницы становились шаманами, кто-то там кому-то удавалось как бы от этой пагубной зависимости избавиться, а кому-то нет. Были откровенные, скажем, там какие-то там, ну, скажем так, не совсем с моральной точки зрения чистоплотные люди тоже становились шаманами. Ну, что сделать, там духи их назначили, что теперь? Никто никогда там… Нет у нас приборов, которые могли бы сказать, это хороший человек, это плохой человек, да это подлец, а это, допустим, там… Поэтому шаманами становятся люди всякие разные. Ещё раз говорю, что не все они придерживаются тех вот требований, канонов высоких, которые от шаманов требуются. Ну, опять же, мы по литературе знаем, что раньше, вот в прошлые времена, тоже там ситуация была, не сказать, что совсем благостная. Там тоже шаманы разные были, шаманы между собой откровенно враждовали, друг друга там даже убивали, подсиживали там, ещё что-то делали там, какие-то неблаговидные подсутки тоже совершали. Это было всегда во все времена. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас идёт такой вал, это только так кажется, что у нас сейчас вот огромное количество шаманов стало, да, вот там тот же самый тенгерит, он напечёт, как горячие пирожки эти шаманы. На самом-то деле, если, допустим, всех шаманов взять, нынешних, да, это капля в море по сравнению с тем, что было раньше. Вот бурят становится всё больше численность, да, тем не менее, численность самих шаманов по сравнению с тем, что было в прошлые времена, она же даже близко не подходит к этому. То есть раньше в каждом роду были шаманы, да, вот, и, соответственно, там был выбор, к кому идти. То есть шаман, который был посильнее, тот, который был более благороден и так далее, и так далее, у него было больше, скажем, там, клиентов, к примеру, скажем так, да, вот, несмотря на то, что обычно люди ходили к своим шаманам родовым. Это, во-первых, во-вторых, родственники, если это сильный, действительно сильный род, они имели возможность влиять на своего шамана, да, то есть говорить, ну, ты что нас там позоришь, там подобное, да, там как-то себя не так ведёшь, там вот, сейчас такого влияния нету. Почему? Потому что очень многие шаманы становятся, ну, люди становятся шаманами даже вопреки позиции родственников, родственники, и тоже у меня вот знаю очень многие шаманов, которые стали шаманами вопреки мнению родственников. То есть они говорят, ну, ты что, дурак, что ли, там, с ума сошёл, подобное, и как бы люди становились шаманами, а родственники от них как бы фактически отказывались, грубо говоря. Это мне повезло, что мои родственники меня поддержали с самого начала, вообще буквально. Вот. А эта ситуация, она не везде, не у всех. И больше, чем в половине случаев родственники не принимают вот это шаманство своих родственников. Поэтому ситуация очень сложная. Поэтому я думаю, что это как всегда бывают такие случаи, когда вот большие такие перемены происходят, очень много пены, очень много всяких разных закидонов бывает. Я так полагаю, что со временем всё это устаканится, всё это дело, какой-то такой более-менее приличный вид придёт, потому что, скажем так, невозможно, став шаманом, до бесконечности нарушать свои клятвы. Обязательно это всё догонит. Просто-напросто сейчас духи, они как бы вот это количество нарабатывают людей, шаманов, дают посвящение, дают возможность людям получать посвящение, в том числе через различные организации, там, ну, возьмём то же самое, Тенгри и так далее. И когда какое-то количество уже стали достаточно, достаточно количество, начнётся уже отбор, внутренний отбор. Ну, я знаю, что я в Тенгрии был, я знаю, что там несколько случаев были, когда ребята там действительно нарушали какие-то каноны, да, и это, ну, очень быстро погибали, очень быстро погибали, когда там какие-то очень серьёзные нарушения шли, умирали просто-напросто, там ни один, ни два таких шамана, в том же самое Тенгри. А что творится за пределами Тенгри, это мы тоже не знаем. Поэтому здесь с духами, с богами шутить-то это себе дороже. Поэтому тут, как бы, это не наши прерогативы, я думаю, что без нас разберутся. Я подходил к этому, с этим вопросом, к Ангону, да, говорю, что вот такая ситуация, лично я подходил, прошел, говорю, вот очень много таких шаманов у нас стало, которые вот нарушают там, а мне сказали, говорят, это не твой вопрос, ты в это дело не лезь, мы без тебя разберёмся, накажем, кого надо, кого надо, это, призовём к ответу, так что вы в эту сферу не лезьте, да, мы сами, сами всё сделаем. Поэтому я и не стал, как бы, себе голову этим делом забивать. Вопрос в другом состоит, в том, что, к сожалению, у нас очень мало литературы, которая была бы направлена на простых людей, верующих, но на обывателей, ну, я, допустим, очень часто сталкиваюсь, ну, практически 90% случаев приходит клиент и говорит, вот мы делали там обряд, я говорю, какой обряд делали? Ну, не знаем, какой это обряд, я говорю, ну, как, почему вы платите деньги, да, почему вы не интересуетесь, что за обряд, для чего, почему, для каких целей, что вы в результате хотите получить, должны получить, люди не знают, а вот нам сказали делать, а мы даже, они даже название обряда не знают, потому что вот такая вот безграмотность, да, она позволяет всяким разным шарлатанам, всяким разным несведущим людям, они позволяют вот, как бы, свои делишки проводить, вот, если бы люди были грамотные, знали, что и как делать, если чего-то, они были бы менее, скажем так, подвержены толковому обману, или там еще чего-то, да, поэтому просвещать население нужно, объяснять, что и как, и почему, у нас есть такое мнение еще, что вот, я тоже неоднократно слышал, что, да, вот, зачем мне шаман, я сам все делаю, я сам там, побызгал, все, и все нормально, это тоже неправильная позиция, потому что у шамана есть конкретная задача, конкретная роль, да, он является посредником, вот, опять же, с другой стороны, некоторые шаманы, берут на себя слишком много, да, то есть они говорят, начиная там от своего имени, что там, какие-то обряды делать, это тоже неверно, а еще раз говорю, что шаман, это посредник, это обслуживающий персонал, будем так говорить, то есть он от своего имени не имеет права ничего делать, то есть, ну, а лично себя он может сделать, да, скажем так, вот я вот как личный, как гражданин, как личный, да, я могу там каким-то божеством обратиться, каким-то духом обратиться, но насколько это моя просьба будет выполнена, да, это тоже большой вопрос, раз, Во-вторых, я не имею права даже от имени собственного рода выступать, несмотря на то, что я шаман. Потому что у нас в роду есть старший. Все обряды делаются от его имени. Либо он сам присутствует, либо делается от имени присутствующего на обряде мужчину, самого старшего. Когда мы делаем обряд, мы сразу определяемся, кто из присутствующих старший. Вот и от его имени делается обряд. Вот эти все тонкости, основные такие, базовые, это должны понимать все. Здесь просвещение населения, это тоже отдельная такая большая тема, к сожалению, которой практически не занимается. То есть у нас выпущено огромное количество каких-то, ну, в последнее время каких-то новоделов, каких-то книг, каких-то непонятных, откуда там информация идет, с чего там идет, откуда чего взялось. Сложно сказать, достаточно такие спорные какие-то моменты там у них бывают. Непонятно, откуда взяты подтверждения. Поэтому очень сложно все это дело делать и систематизировать и так далее. Есть еще огромная работа. Я не знаю даже, кто у нас этим делом сможет заниматься, потому что ученые вроде как бы, это не их вопрос, они изучают там с точки зрения этнографов, а с точки зрения самих шаманов, самих организаций. Ну, там очень мало людей, которые бы могли эти вещи делать. В Стангери, когда я был, когда я был в Стангери, приходилось очень многим шаманам там рассказывать, объяснять какие-то позиции, какие-то ситуации. У нас один шаман был, он говорит, ну, что ты хочешь, говорит, от меня? Я, говорит, тракторист, у меня 8 классов образования, я ни институтов, ничего не кончал, ничего. Вот ты вот много книжек читал, образованные, вот ты мне расскажи, что и как, и почему. Ну, вот и приходилось рассказывать. Поэтому ситуация такая, что в области шаманизма, конечно, у нас больше всё-таки невежества, чем знаний каких-то. Вот это очень такая серьёзная проблема, которую тоже надо будет как-то решать каким-то образом. Вот, но опять же, я всё сложу к чему. Вот сейчас вот как раз сегодня затронули тему, что, да, вот власти как-то влияют, там, и на шаманистов влияет, там, и на шаманов, и там, и на буддистов влияет, на лам, да. Это, конечно, ситуация недопустимая. С другой стороны, вот, ну, как со мной было. Я был, я стал шаманом, да, вступил в организацию «Тенгери». Думаю, всё, теперь от меня отвяжутся, я политикой не занимаюсь, я там ничего не делаю, я вот всё. Тем не менее, однажды, я говорю, сидел дома, приехал мой учитель, Дарья Шамбалович, с такими глазами, говорит, вот позвонил какой-то там генерал с Москвы, говорит, у тебя там Пронкинов сидит, давай выгоняй его. И он, говорит, пишли заявления задним числом, что я ему сказал, что я тебя давным-давно уволил. Ну, ладно, я, значит, заявление написал, а те грозятся, говорят, иначе мы вашу организацию закроем, в разгоне всех. Я же не буду подставлять целую организацию, уже в то время там почти 200 шаманов было. Ну, я заявление написал, отдал. Ну, а сам продолжал там появляться, там какие-то обряды свои делал, там просто приходил с ребятами, общался, по-моему, через год или через два, или уже не помню точно. У меня этот Байджан Роз говорит, ты, говорит, все, вообще прекращай. Говорит, опять позвонили из Москвы, и опять, говорит, генерал, что, говорит, у тебя там этот Пронкинов ошивается, гони его отсюда. Поэтому я в Тенгири перестал ходить. Поэтому вот эта ситуация нездоровая, конечно, она неправильная. Вот. Я думаю, что только вот свободно, независимый в Бурятии, мы освободимся от такого негативного влияния, когда государство влияет на какие-то религиозные институты. Это, конечно, недопустимо. У нас религия отделена от государства, но так, чтобы в наглую давить, заставлять как-то там, это, конечно, недопустимо. Я думаю, что свободно, независимый в Бурятии надо будет вот такие ситуации исключать полностью. Да, я вот с этим хочу тоже согласиться, потому что религия должна быть отделена от государства, и это означает, что как она не должна получать никаких преференций, так и государство не имеет права контролировать таким образом деятельность какой-либо религиозной организации. Так же, я думаю, что в независимой Бурятии огромное значение будет иметь самоуправление, потому что в настоящий момент органы самоуправления у нас абсолютно бессильны, это абсолютно декоративный орган. А в обычном, в нормальном государстве самоуправление — это основа демократии. Я думаю, что тогда это тоже огромный заслон для коррупции. Вот эта ситуация сейчас с этими различными организациями, например, самый одиозный пример у меня — это небезызвестный Артур Цибиков из Ангарска, который ославил Бурят на весь мир, когда он сжёг пять верблюдов во славу России. То есть это абсолютно несуществующий обряд, совершенное варварство. Таким образом, мне пришлось на самом деле написать статью, колонку в Сибириале, потому что я просто не могла молчать в тот момент. Я думаю, что вот это государство, оно как раковая опухоль, всё общество разъедает. Вот этот российский рак, проказа, она просто разъела всё общество. И таким образом, так как мы являемся всё-таки пока частью этой страны, у нас тоже все вот эти институты, даже традиционные наши духовные институты подвергаются коррозии. То есть если мы посмотрим на наше буддийское духовенство, там что, лучше, что ли? Там ещё хуже сейчас ситуация. Действительно, в свободной и независимой Бурятии, Бурят-Монголии всё вот с этим действительно будет покончено. Естественно, будет трудно поначалу, но другого пути нет. Просто вот от этой проказы нужно избавляться. И вот этот диктат государства, и эти правоохранительные и репрессивные органы, и ФСБ, всё это должно быть распущено полностью. И коррупция должна быть также искоренена, с этим нужно бороться, как в своё время боролись в Сингапуре. По поводу ФСБ, понятно, что должно быть распущено, но какие-то собственные спецслужбы, они должны быть всё равно. Так или иначе, другой вопрос, что их деятельность должна быть подконтрольная, их деятельность должна быть прописана в законодательстве, соответственно, да, чтобы эти спецслужбы не превратились в инструмент давления, инструмент какого-то там преследования граждан. Что же касается вот этих вот обрядов, я могу следующее сказать, что на самом деле в бурятском шамонизме нет такого понятия жертвенное животное или жертв. Это не так. Это пришло из такого европейского понимания ситуации, когда там от жертвоприношения. В бурятском шамонизме нет понятия жертвоприношения. Есть обрядовое животное. Обрядовое животное, оно чем отличается от жертвы, да? Обрядовое животное в шамонизме в бурятском, да, это животное мы забиваем во время обряда и большую его часть кушаем сами. Мы просто какую-то часть, лучшую часть там или такие особые части животного угощаем этим жест, да, там духов, да, а большую часть кушаем сами. То есть обрядовое животное – это не жертва, это еда. То есть мы как-то просто забиваем животное на еду, да, А здесь только во время обряда, с решением определённых требований. Это как бы кошерная такая, если говорить, то есть у евреев такое порядок. Кошерное животное – это животное, забитое по определённым правилам, чтобы оно имело определённую энергетику. То есть то же самое в обрядах животное. Во время обряда забили животное и большую часть съели сами. Это пища. Поэтому, когда делаются там обряды, допустим, сколько там, они там 5 или сколько там этих, просто сожгли, это никакого отношения к обрядам шаманским, к бурятским шаманским не имеет. Потому что большая часть – это обрядовое животное, и он им был скушать самим. Где там они хоть кусочек съели сами, они всё не ели. Это совершенно бессмысленное и совершенно бесполезное мероприятие. Поэтому здесь надо очень чётко понимать вот эти нюансы. Желательно не употреблять вот эти вот несвойственные бурятскому шаманизму термин, да. Поэтому здесь нет никаких, нет, должно быть, разночтений и понимания. Конечно, какие-то там на больших обрядах там были, обряды животные выступают. Не только там бараны, да, выступают, и там, может быть, и быки быть там, и лошади, и кони, да. Ну, на больших стрелкованах это такое было, да, там каким-то конкретным божеством, конкретным там тенгрием тоже было. Но это всё обряды животные. На больших мероприятиях, на больших трелкованах, когда собираются там тысячи людей, там даже если коня там забили, там каждому достается, там грамм по 100, может быть, там по 200, да, они домой приходят, там его варят, там или как-то там готовят и едят. Часть его угощают. Мы-то как делаем, да, вот мы чай обрызгаем, да, там водкой, там, допустим, или, допустим, там любой едой, да. То есть мы свою еду делимся с богами, с духами. То же самое здесь, обряды у животных забили в пищу себе, лучше куски преподнесли, поделились там чем-то, да, основное съели сами. Что же касается ситуации, когда действительно государство давление такое оказывает, понятно, что какие-то преференции всё равно они, наверное, должны быть. Почему? Потому что тот же шаманизм или даже буддизм, да, они тоже подверглись гонению стороны государства. От того, что это было государство советское, как бы ситуацию мало меняет. То есть то, что они должны получить какую-то поддержку, всё равно какую-то компенсацию. Например, скажем, вот вопросы возвращения, скажем, тех ценностей, которые были, так и изъяты, допустим, у буддистов, это он до сих пор стоит, да. Очень огромное количество буддистских атрибутов до сих пор находится в музеях, там, допустим, Москвы, Ленинграда, Санкт-Петербурга и так далее, там, в каких-то запасниках, заказниках и так далее. То есть частично не вернули, частично не возвращено. Вот это наше наследие духовное, оно, надо будет ставить вопрос, допустим, тот же самый Чингизов камень, который вот в Читинской области нашли в своё время, да. Но это же наше культурное наследие. Почему оно должно было, Эрмитаж должен был решать, а тем более его при перевозке там ещё и повредили, вот, и так далее. То есть вот этот вопрос, вот это возвращение культурного наследия, это тоже очень серьёзный вопрос, который надо будет ставить. В то время, когда, вы же знаете, да, после завершения Второй мировой войны, вопрос о возвращении культурного наследия вот захваченных государств стран, это очень жёстко стоит на Германии. То же самое здесь, оккупационная Россия, она должна вернуть культурное наследие и бурят, там, и других народов, там, и кутов, допустим, там, или как-то других народов, да. Вот сейчас вот Ассалтайская, этой принцессы, сколько там шума вокруг ходит, да. Взяли там без разрешения, мумию выставили где-то, непонятно что и непонятно как. Поэтому вопросы, вот, возвращение духовного наследия народов России, да, нынешней, это очень мусорный вопрос, и тоже не надо забывать, и своё время надо достаточно, там, жёстко ставить. Вот сегодняшний день получается так, что мы будем изучать свою историю, или, допустим, там, какие-то родословные и прочее, да, будем ездить в архивы Москвы, что ли, там, в Санкт-Петербурге, ну, смешно же тоже. Поэтому всё это должно быть возвращено, всё должно быть на родину, и нашими учёными изучаться, безусловно. Мне очень всегда интересно была бы реакция наших подписчиков, наших зрителей, да, если бы, может быть, мы как-нибудь такие наиболее интересные вопросы сумели бы как-то собрать, по вопросам как-то поговорить, и вот всё-таки у нас не первый эфир. Можно прям устроить стрим как-нибудь. Может быть, да. Меня интересует вот чисто практикующему шаману вот как раз то, что недоступно. Понять то, что недоступно людям, которые не имеют опыта хода в изменённом состоянии сознания. Могли бы вы немножко приоткрыть завесу? Например, когда вы… Ну, я знаю, что, например, смотрят на водку и что-то видят. Как это можно объяснить? Я сразу могу сказать, что вот я неясновидящий, да, то есть какие-то там вот картинки, там ещё что-то там на водке или где-то что-то не смотрю, не вижу. Хотя, конечно, я с такими людьми сталкивался неоднократно, и сейчас у меня есть знакомые такие. Я, как любой шаман, я могу гадать на чётках. Гадать на самом деле можно на чём угодно. Здесь важно просто сформулировать правильный вопрос, и чтобы на него можно было ответить там, скажем так, в режиме «да-нет», да. Само результат гадания, да, это мы обращаемся к своим духам, да, нашим отгоном. У меня на сегодняшний день шесть духов, предков, которые… с которыми я работаю. Но я обращаюсь к кому-нибудь из них, объясняю ситуацию, говорю, вот такой-то вопрос есть, так или так можно там формулировать вопрос, да, получается «да» или «нет». Это вот то, что касается гадания. Не хотел бы тут как бы сильно рекламировать, да, но во всяком случае те люди, с которыми я гадал, они говорят, что ну в большинстве случаев я правильно гадал. То есть, ну у нас есть многие такие люди, которые перепроверяют, да, обращаются к другим людям, да, к другим шаманам, там ещё как-то гадалкам, да. Ну, во всяком случае мне не приходилось выжать претензии, что я что-то там неправильно сказал, да. То есть, неоднократно было так, что я говорю, да, действительно, вот подтверждается то, что вы сказали, да, вот мы обратились там кому-то ещё, кому-то ещё кто, да, они подтвердили, что да, действительно, так и так. Ну, я в данной ситуации, как бы здесь очень важно не пытаться собственное мнение. Надо научиться говорить именно то, что падает, да. И зачастую бывает так, что, ну, думаешь, вроде как бы должно быть так, а падает по-другому, да. Вот я так в случае говорю, ну, я не знаю, ну, вот так вот упало. Вот у меня был такой случай, у брата двоюродного, угнали машину, такую дорогостоящую, взломали там гараж. И он мне сразу звонит, говорит, вот угнали машину. Посмотри, я посмотрел, говорит, найдётся машина. Он потом через некоторое время звонит. Ну, как найдётся, да, там, вот милиции, говорят, всё бесполезно, там, я, говорит, даже этих, на этих, на бандитов вышел, там, наших, там, этих, они тоже, говорят, не найдёшь туда-сюда, опять-то здесь, я там, ну, ни в какую. Еще, говорит, посмотри, я посмотрел. Нет, говорю, всё, найдётся машина. Ну, он через некоторое время опять, ну, через день, по-моему, или через... Говорит, что он, говорит, нигде ничего не находится. Посмотри ещё раз. Я посмотрел. Говорю, нет, говорю, находится, найдёшь. И он буквально потом, в результате, там, через три дня, по-моему, у меня звонит, о, всё, нашлась машина. А все, там, что милиция, что бандиты, они все, говорят, ну, уникальный случай, ну, нашли машину. А я всё время, говорю, он возмущается, говорит, ну, не может быть такого. Поэтому здесь очень важно свое собственное мнение убрать И говорить то, что именно падает Не пытаться там как-то там свою интерпретацию сделать Что же касается вот непосредственно изменённого состояния сознания Это происходит во время камлания Когда призываешь духов Опять же мы работаем вот именно с родовыми духами В первую очередь с родовыми духами Во время обряда, особенно когда вот речь идёт Есть такое понятие информационное Обряд, допустим, золтохил Или, допустим, какие-то другие обряды Более-таки высокие Может самон заводит в себя и дух Не своих духов, не своего рода Но на это тоже как бы нужно соответствующее разрешение Ну как разрешение? То есть это делается во время обряда Специального обряда То есть просто так завести какого-то другого духа тоже невозможно Только во время обряда И там, конечно, вот это есть своя технология То есть можно читать соответствующие призывания Там губен бьёшь Либо там вот такие Хорьбы С помощью хорьбы делают Заводится Либо там помощью колокольчика Сама технология И там, конечно, уже просто как бы собственно сознание уходит Ну приходит Бурятский шаманизм тем интересен И отличается от многих других видов шаманизма Да, что вот бурятские шаманы Имеют практику вот заведения ангонов Ну бурятский монгольский шаман То есть я насколько понял, что вот Якутии, допустим, или в Туле такого нет Я могу ошибаться, но во всяком случае я такого не слышал Бурятские монгольские шаманы Они имеют вот такую технологию заводить ангонов То есть как бы тело шамана дается в аренду Какому-то духу, да И он уже как бы используя вот речевой аппарат шамана Начинает как-то что-то говорить Ну, естественно, говорят, как правило Если это старые шаманы, конечно, по-бурятски И дают какую-то информацию Разные ангоны, они по-разному Есть, которые более разговорчивые, менее разговорчивые Есть, там, отличаются интерпретным пираментом Походкой, манерой говорить и так далее и тому подобное То есть как бы это тоже как бы тоже не сразу все дается Вот я имею в виду, по-моему, используемый такой Здесь есть масса нюансов И для простых людей, конечно, эти технологии недоступны И что там происходит на самом деле в этом Очень сложно сказать С точки зрения вот во временной науки Не знаю, там физики примерно Ну, а то, что там происходит, это как бы очевидно У нас очень много есть фотографий Вот с обрядов, да, вот с посвящений С шанаров, допустим, там, или с родовых обрядов Когда вот даже на цифровые фотоаппараты Или, допустим, на пленочные Дается сфотографировать огромное количество Таких вот светящихся шаров Которые так прямо в виде линии висят Это вот как раз вот эти духи, души Души, они вот в виде таких вот Ну, разного размера шаров светящихся Там оттенки разные бывают Это вот как раз вот те вот Просто там дерево сфотографируют где-то в лесу, да Там такого нет А во время обряда, как раз на обрядах деревьев Очень много там таких вот Бывает светящихся шаров, духов Которые во время обряда прилетают Там что-то там участвуют в обряде, будем так говорить Конечно, в шаманизме очень много нюансов, тонкостей Которые так сразу не расскажешь Практика тоже такая разная бывает Я бы хотел бы, наверное, если говорить Есть обряды, которые вот тоже достаточно часто приходится выполнять Это вот возвращение души, да Когда выходит из человека То есть это как бы тоже достаточно распространенная вещь Обычно это душа человека выскакивает от стресса Чаще всего от испуга Это есть специальный обряд, который позволяет душу человека возвратить Иначе человек начинает болеть И вплоть до летального исхода может Потом, значит, есть достаточно такой серьёзный обряд Который достаточно часто приходилось выполнять Это когда душу у мёртвого человека отправляешь в нижний мир Очень часто бывает, что после смерти человека душа теряется То есть она не находит дорогу в нижний мир Правило это бывает, когда неожиданная смерть Допустим, бывает в результате месяцного случая Допустим, или убийства, например Бывает, что душа не находит И становится такой блуждающей душой Вот очень много приходилось такие обряды делать У меня вот, я расскажу один случай Очень такой интересный Такой единственный, пожалуй, такой случай был Ко мне обратилась одна строительная компания Которую строили, делали реконструкцию в политике национальной В Лануде Там новый корпус строили У них начались там какие-то разные такие небольшие там ЧП случались, допустим Вот одно, то другое там Они что-то обеспокоились Приехали ко мне Говорят, что там у нас такое случилось Ну непонятно бывает На пустом месте какие-то возникают там разные проблемы Ну я посмотрел, говорю У вас там душа мёртвого человека бродит Её нужно там в нижний мир отправить Они говорят, ну не вопросов нет Давай приезжайте, делайте Ну я поехал и взял с собой У меня иногда на моих обрядах В ресурсе там молодой человек Он как раз ясновидящий Ну я его помощь иногда зову И вот я сижу там Я там отвели комнатку Я сижу там к Амалаю А он во дворе там костёр Сделал, обрядывает И он забегает ко мне с такими глазами Говорит Дядя Игорь, дядя Игорь Тут, говорит, это японцы пришли Я говорю, какие японцы-то? Ты всё с ума сошёл Он говорит, да нет Пришли, говорит, это японцы В военной форме, говорит Второй мировой войны И они, значит, это Там, когда костёр зажигается Делается там, ну специально там Необходимо там сжигается на костре Вкрывается как бы портал В Нижний мир И вот они встали, говорит, в очередь И в очередь встали И там подходят И там в костёр прыгают Я говорю, и сколько? Много? Ой, как большая, говорит, очередь Там, говорит, что-то, говорит Много народу там Своя Вот все там Кто помоложе, кто постарше Всякие разные Ну все японцы Ну а мы знаем, что Вот при строительстве А там же вот рядом с Национальной библиотекой Вот этот Театр оперы и балета Который строили как раз японцы И очень много там было погибших Они замёрзли зимой Как правило Зимой, по-моему В 1946 году В 1946 году зимой Очень много там помёрзло Очень много погибших было Он, говорит, прибег Он, говорит, я говорю Ну ладно, вы, говорит, комлайте А я, говорит, вам скажу Говорит, когда это не закончится И он ушёл и пропал Я, комлай, комлай Бью, 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 бью Потом он прибегает Все, 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 кончились Говорит, а сколько там прошло? Говорит, я, говорит, их не считал Говорит, там их сотни Бегатих японцев Пришли Вот То есть они умерли Не своей смерти Умерли, мучаясь, да И в таких случаях Очень часто бывает Что душа не находит Дорогу в нижний мир И становится таким Блуждающим духом И для того, чтобы Ну они при этом Мучаются очень сильно, да То есть они как бы зависают То есть как бы Не уходят на перерождение Естественно, они страдают Если душа в таком составе Находится очень долго Она деградирует Она теряет там Человек какие-то Свои черты Превращается Может там В шутхорбухолдэ Там всякие там Низкие-низкие руки А в любом случае Они страдают И они пытаются Какими-то способами Обратить на себе внимание И вот они начинают Там какие-то Неприятности устраивать Там Шкодить Там и тому подобное У меня таких случаев Очень много Разных было Вот с такими Душами мертвых людей Вот Вот и такой Такой показательный Случай То есть они начали На стройке там Что-то там им мешать Такие прибежали К шаману Да Попросили И вот таким образом Удалось там Сколько-то там Несколько десятков Душ Может быть там сотен Душ Японцев Отправить В Нижний мир Чтобы они ушли На перерождение И потом Был уже у нас этот Баритмейстер Какого японец Морихиро Ивата Да Я ему зашел Рассказал эту историю Он соскочил Давай мне кланяться И говорит Я вот От имени Монголия От имени Японского народа Вам благодарность Приношу За то Что вот Такой обряд провели Для наших Погибших Японцев Минут пять Наверное кланялся Он говорит Я обязательно На родине Расскажу эту историю Ну Была такая вещь Поэтому Были случаи Когда вот Я говорю Люди приходят Там с какими-то проблемами Вот у меня был Даже случай Я Делал обряд Там дальняя-дальняя родственница Она живет в Москве У них коммуналка была То есть как бы Две комнаты Трехомнатная квартира Две комнаты Их А третья комната Там бабушка Одна жила Старушка Ну вот Старушка Милая Но в наше время Все это сразу Квартиру Эту комнату Сразу ей передали И вот она Рассказывает Мы Живем уже Вот эту Вот эту комнату Уже восемь лет За нами Да Но мы за восемь лет Там Так ремонт Не можем сделать Мы Как только заходим В комнату Пытаемся Там Старые обои Ободрать Или Мебель Переставить У нас сразу Проблема начинается Вся семья Начинает болеть Сразу Мы бросаем Это дело Комнату закрываем И все Выходим До следующего раза В следующий раз Приходим Начинаем Только начинаем Ремонт делать Опять Семья заболела Что случилось Помоги Ты по телефону Пришел Я посмотрел Там Душа Ходит мертвого человека А год Ну видимо Это бабка Старушка Она еще При жизни Такая была Не по кладе Старушка Такая была Очень такая Вредная И она Когда в ее комнату Заходит Она естественно Начинает Там Мы обычно Делаем На том месте Где этот дух Находится Ну как так Я давай На четках смотреть Говорю Ну как так Я здесь В Москве Ехать туда Ради этого обряда Ну это Слишком далеко Слишком хлопотно Так далее Пришлось делать Это обряд Дистанционно Оказывается Духом А вот Моим Духом Им без разницы Я позвонил Я сказал Что вот все Я начинаю Обряд Я вот туда Сюда Все делаю Обряд Делал Сказал Что вот Там-то в Москве У таких-то Тих-то людей Там в квартире Ходит Там Душа мертвого человека Ее вот нужно Как лейфан Отправил У себя все Сделал И она Потом Мне позвонила Говорит Все нормально Говорит Мы Ремонт Все сделали Еще никаких Последствий Все нормально Вот Поэтому И такие Случаи Бывают Как бы Есть Такие Обряды Которые Действительно Вот иногда Как бы Даже самому Не верится Что вот такие Бывают случаи Поэтому тут Как бы Тоже По-разному Один раз У меня пришли Девушки Две сестры Ну им уже Далеко за 30 Было Они приходят И говорят Вот мы замуж Выйти не можем Я посмотрел Говорит Ну надо Дарханский Обряд Делать Ну сделали Дарханский Обряд И где-то Через Сколько там Через 3 дня Одна вот Старшая звонит И говорит Илья Трофимович Такого быть не может Я говорю Что такое Испугался Думаю Что-то не то Сделала Ну мы Говорит Мы сделали Обряд А нет Она не через Через 3 дня А через В общем Какое-то время Позвонил Вот Делали обряд Через 3 дня Я познакомился С мужчиной А еще через 3 дня Он мне предложение Сделал И они Сейчас с мамой Сидят Обсуждают свадьбу А я в шоке Не знаю Что делать Давайте согласие Не давайте согласие Ну так же Не бывает Только обряд Сделать Я вот сколько лет За 30 лет Я вот 20 лет Пытаюсь замуж выйти Никак не получается А тут не успели Обряд сделать Уже результат Я говорю Ну вы должны были Замуж выйти Давным-давно По судьбе А ваши предки Они это Сдержали Это событие А когда Они получили свое Они отпустили ситуацию У вас все это дело Помчалось Реактивным образом Она говорит Ну так не бывает Три дня прошло После обряда Я с мужчиной Познакомился Еще через 3 дня Вот он мне предложение Сделал Причем Мужчина этот Состоятельный Достаточно Мужчина Имеющий свой бизнес Не бедный товарищ Он ее увидел Влюбился С первого взгляда А восьмой Пятый-десятый И такие случаи Бывают Поэтому Иногда говорю Самому даже не верится Что такие Такое говорят Но тем не менее Так Сейчас Прямо сейчас Я не практикую И Скажем так Объективными причинами Но тем не менее Я знаю Что у многих Других романов Тоже есть Очень интересная Суть И очень интересная Есть что рассказать Поэтому Это имеет Место быть Вот эта Иррациональная сторона Она действительно Существует Сказать что мы Во всем этом деле Понимаем И знаем Что это Конечно не так Безусловно Наши знания Очень скудны На этот счет Как это Что происходит Каким образом Все это дело Делается Очень сложно Сказать Это раз Во-вторых Наши взаимоотношения С этим Иррациональным миром С тонким миром Тоже Скажем так До конца 100% непонятные Будем так говорить Почему Потому что Все равно Так или иначе Существует Такое понятие Как иерархия Божеств Духов Тоже Как бы Это тоже Имеет место Существует Конечно Вопрос На сегодняшний день Мои Отличные Мои взгляды Я себя Даже Нисколько Даже Может быть Нисколько Даже Может быть Шаманистом Чувствую Как классическим Наверное Действительно Может быть Это неошаманизм Может быть Это что-то другое Но я все-таки Больше Столю Считать себя Тенгрианцем Хотя я Еще раз говорю Я большим Скептицем Отношусь К тому Что написано По поводу Тенгрианства Потому что Откуда Что взялось Тоже непонятно Поэтому Есть мои личные Вот личное Мое ощущение Личное Мое понимание Ситуации И я придерживаюсь Кому-то Может быть Это покажется От себя От меня Кому-то Может быть Это не понравится Но У меня есть Своя точка зрения На этот счет И я Ее придерживаюсь Поэтому Я наверное Как-нибудь Запишу Видео Отдельное По этому вопросу По тенгрианству По своей позиции Все-таки Тот классический Шаманизм Который В литературе Описывался Внутренняя суть Мне кажется Все-таки Не раскрыта Взаимоотношения Человека С вот этим Тонким миром И рациональным миром Зачем это делается Для чего Это делается Это все-таки До конца Внутренняя суть Не раскрыта Я убежден Что как раз Поступает то время В этом вопросе До конца Разобраться Для чего Все это делается Как там Построить Такую Какую-то Может быть Систему Не знаю Тотким Где он будет Заниматься Но У меня есть Своя точка зрения На этот вопрос Но это очень Сложный вопрос Очень большой И одному Сделать это Невозможно Я думаю Что Наверное Те люди Которые Пойдут за нами Может быть Они Им Больше Повезет В этом В этой ситуации В этом вопросе Разобраться Но какие-то Представления Я тоже имею Свои Я думаю Что может быть На следующем В следующий раз Мы эту тему поговорим Или я отдельное видео Запишу Об этом можно Бесконечно говорить Потому что Это все-таки Это часть Нашей идентичности Это часть того Кем мы являемся Буряты Это то Что связывает Нас С нашими предками Каждого из нас И естественно У каждого Наверное Есть Какая-то Какая-то Сокровенная История Связанная С этим У меня Например Тоже есть Я Была Обычным Советским Ребенком Но после того Как мама Рассказала Как ее В детстве Спас Шаман Вернув душу То есть Я поняла Что Я уже Не атеист Я уже Не пионерка Которая Атеистка Да Потому что Я вдруг Поняла Что на самом деле Есть многое На свете Друг Горация Что недоступно Нашим мудрецам И Я Благодарю вас За эту Интереснейшую Беседу Я думаю Мы действительно Должны Наверное Может быть Какой-то Стрим Анонсировать И Поговорить Уже более Конкретно О каких-то Аспектах О которых Мы только Упомянули Сегодня О которых О некоторых Наверное Даже еще И не Вообще Не говорили Вот И И Также У нас будет Возможность Ответить на вопросы Их Байрла Спасибо большое До новых встреч До новых встреч